МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додалев собрал редкие фотографии для семейного альбома Нонны Гришаевой и Александра Нестерова. И с Басковым, и с Биланом. Господи, откуда это? И впервые за историю программы удивляет не он, а удивляют его. Это уже мальчиком беременный. Это день выборов. Месяц седьмой. Седьмой? Да. О каком мужа мечтала Нонна Гришаева? Главное, должен был быть очень красивым. То есть Нонна кардинально поменялась. Что запрещает ей супруг? Я вас очень прошу, не надо вам с Олежкой петь. Там будет Лара Фабиан. Ну куда тебе с Олежкой? И в каком известном фильме она пыталась скрыть свою беременность? Я помню, у нее глаза, она прям так... А-а-а! Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом Нонны Гришаевой и Александра Нестерова. Боже мой, смотрите, взошло! Взошло солнце русского радиоэфира! О, колебательница колебаний и волнительница волн! О, не бросай так! Не дай сгинуть в безвестности! Или, наверное, должен был сказать семейство Нестеровых, да? Вы же... Нестеровых-Гришаевых. Я Нестерова-Гришаева. Это странное вообще решение, потому что, ну, мы знаем, да, фамилия известного артиста, это всегда бренд. Этим мотивируют жены, что я не буду брать фамилию. Это вы настояли, Александр? Мне кажется, что это норма, когда жена берет фамилию мужа, но в данном случае титульная фамилия осталась, а паспортная изменилась. Вы, как глава семейства, устанавливаете нормы, я так понимаю. Знаете, когда я женился на Ноне Валентиной, мне был присущ юношеский максимализм. Сейчас, может быть, я так не придал бы этому такому значению. Тогда для меня это было важно. То есть было условие поставлено. Тогда для меня это было очень важно, да. Ну, я думаю, что он не даст соврать. У меня не так много таких жестких установок. Мне просто хотелось сделать ему приятное. Ну, видите, как сошлось. А вообще, в принципе, у вас принят формат совместных завтраков? Некоторые, знаете, кто первый к холодильнику, кто-то и позавтракал. У нас разное время вставания. Вот, я к этому. В тех случаях, когда оно совпадает, обязательно, конечно. В каком порядке вы встаете разное время вставания, имеется в виду? Ну, понятно, Илья Александрович, он, понятное дело, на трудовой подвиг в школу, да? Да. Чем завтракаем обычно? Каша, яичницы, блинами. То есть сегодня у нас не норма. Сегодня у нас для Ильи Александровича не норма. А что, мы так долго ждали? Почему не начинали? Мы ждали ровно 12.00. До первой звезды нельзя? Если бы мы стали есть до 12.00, это было бы воровство. Ровно в 12.00 у всего вот этого заканчивается срок годности. Илья Александрович, познакомились мы с вами где-то в светском месте. Я спрашиваю, Илья Александрович, кто ваши родители? Как бы вы описали? Актриса и режиссер. То есть слово ювелир не прозвучало. Я думаю, скажешь, актриса не ювелир, да. Я не ювелир. Ювелир – это человек, который своими руками умеет сделать... Значит, легенда про то, что своими руками было сделано обручальное кольцо, она не соответствует истине? Послушайте, я, в общем, так или иначе связан с подобным производством. И это скорее просто на заказ, по моему эскизу и так далее. Ну, конечно, не руками же. Фил. Что? Фамилия, имя, отчество? Соболева Ирина Валерьевна. Тарасевич Вадим Вилоревич. Время зафиксируйте. Распишитесь. Есть. Кольцо забыл. Да ладно. Сколько здесь лет, девочки, Ноня? Десять. Десять лет уже, значит, думают про... Может быть, даже двенадцать уже. Тем более про принцев там мечтают. Вот каким виделся принц? Он кто должен был у нас быть? Ну, помимо того, что он точно на белом коне, ну, кто он должен был быть по профессии, вот, в проекте? Там две собачки. Это одна черненькая, вот. Вот. А, вот точно. И черная с беленьким. Это мы в доме отдыха были с бабушкой, с мамой. Там были такие собачки. Это живая? Конечно, живая щеночка. Абсолютно как игрушка. Принц, главное, должен был быть очень красивым. То есть, Нонна кардинально поменялась. Да-да-да. Смехотичный. Смехотичный. Ну, зря, кстати. Будет он актер, будет он моряк, космонавт, пожарный. Значения не имела? Не имела. Не имела. Главное, чтобы красивый. Главное, любовь. А будет заниматься он нефтью или газом, это совершенно не важно. Анастасия, а у вас какие установки? Даже не знаю, на самом деле. Ну, как, пора уже как-то вот. Ну, все говорят, пора, но как-то пока не сложилось. Ну, есть какой-то образ? Ну, так как серьезно. Вот расскажи, пожалуйста, действительно. Я не думаю, что для меня сильно большое значение имеет внешность. Мне скорее важно, чтобы человек был интересный, чтобы у нас были какие-то схожие интересы, темы для разговоров. И чувство юмора точно должно быть. Вот это точно могу сказать. Вы в Кембридже, да, учитесь? В Кембридже, в городе, в учебном заведении, которое называется Cambridge School of Visual and Performing Arts. Там есть соотечественники? Есть, но их мало, и в основном я с ними не очень контактирую. Так грустно. Мне кажется, мы единственная вообще нация, которая за границей стыдится своих соотечественников. А всегда, кстати, так было. Говорят, ну, судя по тому, что я читал, или в 19 веке так было. Серьезно? Да, в 18 веке. Не знаю, не знаю. Это традиция. Вы знаете, у меня недавно просто случились удивительные просто какие-то магические гастроли именно в Лондоне. И я как раз была потрясена нашими соотечественниками, которые пришли на спектакль, варшавскую мелодию мы привезли. Я безумно нервничала, потому что я думала, что придет пафосная лондонская публика. Да, да, да. Именно олигархи выкупили билет. И вдруг мы начинаем играть в спектакль и понимаем, что такого приема у нас не было никогда и нигде. Нас просто фантастически, с невероятной любовью принимала лондонская публика. Ноночка, как эфир? Нормально. Лезет везде. Вонючка. Чего я вонючка? Вот что я сказал. Чего я вонючка? Нормально? Чего я вонючка-то? С Леонидом вы познакомились тоже случайно в результате? Да, это премьера День выборов 2. Ага, в результате состоялись все эти проекты? Это вот действительно была случайная встреча. Мы познакомились в поезде Москва-Одесса. Оба ехали на каникулы домой и стали выпендриваться друг перед другом. Ну, а я вообще-то в Гитисе учусь, сказал Леша. Я говорю, ну, я вообще-то в щуке. Вот, и подружились вот на всю жизнь. Потом меня познакомили со Славой, потом с Камилем, с Сашей и дальше День выборов. Если бы не ребята, мы бы снова тоже не познакомились. Да. Я привела Настеньку на спектакль, где Саша играл медвежонца. Я еще студентом играл в квартете и в детский спектакль. И вот, когда я играл в детской сказке, медведя Настю Ноно привела. Настеньке было 8 лет. Да. Я ведь так понимаю, что вы просто дружили, да? То есть потом вы пригласили друга, подругу в Таиланд, а вернулись уже в статусе влюбленных. Можно сказать и так, да. А как можно тогда сказать? Какой еще вариант? Нет, ну, не знаю. Ваша версия. Ну, то есть, нет, вопрос просто, было или не было в Таиланде? Нет, 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 нет. Ну, вы хотите, чтобы я сказал, было или не было в Таиланде? Ну, конечно, то есть вы вернулись, я знаю, что ваша мама вас встречала, и она сразу отсканировала, ну, женское сердце, не обожаешь, она сразу поняла, что что-то не так, или наоборот, что-то так. Ну, это правда, да. Какая-то такая судьбоносная была поездка. Я была в тот момент уже зеленого цвета, я снималась в очень тяжелом проекте «Люба, дети и завод», безумно устала. И он меня вот повез отдохнуть. Вывез на свою голову. Все, можешь открывать глаза. Проходи, не стесняйся. Ты меня спрашивала, не хватает ли мне природы? Это ботанический отдел. Да, вот результат, кстати. Да, результат. А как ваш родитель отреагировал? Кого бы я ни привел, для еврейской семьи, это всегда большое, очень ответственное, я вам скажу, событие. А Нона вписывается, на самом деле, по адресу. Во-первых, Нона не вписывается. Во-вторых, это всегда... Ну, я, вы знаете, я ничего не могу сказать, потому что мне кажется, это все прошло как-то очень органично и гладко. То есть я готовился к худшему. А сейчас сюрприз. То есть было какое-то такое ощущение, а мне кажется, даже вот абсолютно как-то это все было... Я, по крайней мере, не почувствовала какого-то негатива. Ну, вы подумайте, если спустя 10 лет мы теперь живем вместе даже. А почему свадьба была в Праге? Ой, очень захотелось. А это Нона просто расскажет, я сам до сих пор не понимаю. А почему? Я думал, что свадьба подальше, потому что ваша сестра ведь в Праге. Ну, это было, да, 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 это правда. Ты рассказала мне об этом, но мне очень захотелось. А, поэтому. А я там была, когда снималась с графини Домонсаро, Настеньку только родила, кормящая мама, всего на три дня прилетела и попала в Прагу на 10 минут. Просто уже по дороге в аэропорт. Меня настолько потрясла красота этого города, что я сказала, все, в Прагу. А потом хотелось как-то избежать вот этого вот... Ажиотажа? Ну, да. Да, светской хроники, вот эти папарацци. Ну, так сказать, Нона была еще не настолько известна, как сейчас. Но, тем не менее, все равно это было... Нет, у меня все началось с его рождения. После рождения Ильи пошли три мощных проекта. На папиной дочках? Да, папиной дочке, Большая разница и Две звезды, где мы с Марком. Ну, все равно не удалось избежать ресторанной свадьбы, конечно, в Москве. Ну, по крайней мере, это уже было так. В Праге, я ведь знаю, там у них такой формат, они даже могут свидетелей предоставить вот в ратуши. Вы ведь в ратуши, да? Да, в ратуши. Ну, у вас были ратушные свидетели или нет? Нет, ну, там приятели приехали туда. Кто именно? Пара, да, Люба Тихомирова, вот, актриса тоже, она была. Ну, просто они поехали путешествовать, и в этот момент она оказалась молодым человеком тогда в Праге. А так, в принципе, мы были там практически сами себе предоставлены. Но в этом какая-то была прелесть тоже. Добрый день, друзья, не други меня. Несколько лет назад на канале Россия был вот такой проект, семейный альбом. Я приезжал в гости к знаменитости домой, и наша команда совершенно великолепная и грамотная делала такой вот подбор фотографий. Многие из которых не видели даже наши, чуть не сказал гости, на самом деле мы к ним гости приезжали, наши собеседники. И мы обсуждали вот эти фотографии, завтракали и вспоминали. И очень много было брюков тогда в Муэдрид, что не с теми людьми я разговариваю, что очень много людей из Аншлага, что где-где ученые, где космонавты, где какие-то видные спортсмены. Там, по-моему, только Фетисов был из собеседников в этом проекте. Ну, может быть, кого-то я забыл. Песня совсем не о том. Я должен просто пояснить, что в таких проектах не ведущий решает, кому он в гости поедет. Знаете, руководитель советского телевидения Лайпин говорит, что ведущий – это вообще подставка для микрофона. Вот в известной степени на многих проектах такие приходится работать. Естественно, у ведущего есть право вето. Я могу отказаться кому-то в гости ехать, могу объяснить, почему это плохая идея, потому что вообще это в эфир не выйдет, допустим, в контексте какой-то предыстории взаимоотношений, допустим, прочее. Но в целом именно продюсеры решают, кто будет моим собеседником и о чем, собственно, мы будем говорить. Там, в общем-то, прописывают сценарии. Естественно, я от этих сценариев отходил, когда считал нужным, иначе бы это не было авторским проектом. Но я к тому, что, вот, допустим, герои аншлага – это действительно не мои герои. Я эту передачу никогда не смотрел. Но своим, допустим, студентом, или не курсантом у меня курсы были в МИДРО, в Останкин институте, я всегда любил вот таких приглашать, потому что в тот период, когда я читал эти курсы, самым любимым по журналистской среде проекта был «Вечерний Урбант». Иван Андреевич Урбант, это просто было с придыханием все говорили. Я всегда приносил очередные рейтинги и показывал, что доля рейтинга «Вечерний Урбант» многократно меньше доли аншлага. При том, что аншлаг не я, не мои курсанты, не мои коллеги никогда не смотрели. Но это надо учитывать, что есть страна, и что у людей разные представления о прекрасном, и игнорировать рейтинговый проект профессионалы не имеют права. Они должны понимать, за счет чего успех этот достигнут, какие составляющие. И, конечно, люди, которые достигли успеха, на чем бы они не рванули, они представляют интерес для медики, для меня как журналиста. Если мне, допустим, не нравится и непонятно, я все равно должен разобраться, понять, за счет чего. Это какое-то обаяние, или какое-то драйв, или какое-то попадание, какое-то совпадение кода. Вот этим часто и объяснялся мой достаточно искренний интерес к тем персонажам, потребителям продуктов, коих я не являлся и не являюсь. То есть, если мы говорим про аншлаг, допустим, или про сериал «Сваты», я не смотрел. Я знаю, что это есть, что это успех, что это рейтинг, и, да, рассмотреть мне это всегда было интересно. Поэтому ничуть не жалею об этих записях. Мне кажется, в семье Васнецовых, ну, это вообще даже, не знаю, можно ли назвать это примером, но если бы так все воспитывали своих детей, я думаю, что не было бы проблем во многих семьях. Потому что то, как пишут авторы, это действительно очень хорошие примеры. Вот практически в каждой серии, если вот проследить, да, конкретная история с конкретным примером, как выйти из сложной сложившейся ситуации. Людмила Гурченко, Тира Тернер, Лариса Гузеева, Елена Ваенга, Ёлка, вы не поверите, но все это один человек. Мастер перевоплощений, заслуженная артистка России, певица, телеведущая. Нонна Гришаева начнет свой день вместе с нами. Нонна, доброе утро. Доброе. Театр юных зрителей имени Брянцева выпустил премьерный спектакль «Обыкновенное чудо», в котором вы играете. Я приезжаю в Петербург каждый месяц и с большим удовольствием играю в тюзи Брянцева мюзикл «Обыкновенное чудо», который поставил замечательный режиссер и мой друг Алексей Френдетти. На ком основной акцент в вашей истории? Это история о волшебнике и его жене, о том, как важно сохранить любовь и отношения в браке, когда они длятся долгие годы. То есть у нас акцент смещен с принцессой и медведя на волшебника и его жену. Вы «Эмилия». Весь мир трижды в день, как положено, ест, а нас он держит на диете. Роль, которую играла в фильме Екатерина Васильева, где мыло, где мочалка, где вот эта вот, вот она ваша. Да, именно. Расскажите об этой героине. Я, поскольку верующий человек, я попросила исключить все ругательства из моей роли. И вот огромное спасибо Алексею за то, что он меня услышал, и мы поменяли, прям сели с ним и думали, где какое вот ругательство заменить на, там, где-то на «Лешего», где-то на «Разрази меня гром» и так далее. Поэтому, может быть, она чуть-чуть мягче у меня получается, нежели у моих коллег. Моя «Эмилия» романтичная. Я вспоминаю фильм. Наверняка будут какие-то такие вот отсылки. Вы не опасаетесь, что будут сравнивать? Вы знаете, поскольку я уже много лет играю Людмилу Марковну Горченко, мне уже ничего не страшно, никакие сравнения. А с чего, кстати, началась такая любовь к творчеству Людмилы Марковны? Для меня это всегда был некий такой творческий ориентир в жизни. Мне всегда казалось, что вот, ну, если быть актрисой, то только такой, как она, которая может все. Когда мне было пять лет, и Людмила Марковна снималась у нас в «Механике Гавриловом» в Одессе, мама обожала ее и взяла меня с собой на ее творческий вечер. Мама говорит, что Людмила Марковна что-то долго рассказывала, а потом сказала, есть у кого-то вопросы? Единственный человек в зале, который поднял руку, это была я, пятилетняя. Мама даже не успела мою руку опустить. И она такая, да, деточка, что? Я говорю, тетя, а вы петь будете? В общем, вот так состоялось мое знакомство первое с Людмилой Марковной. Если вернуться к теме мюзикла все-таки, это, наверное, один из самых сложных жанров. С чего началась ваша любовь к мюзиклам? Я вышла на профессиональную сцену Одесского театра «Опереты» в музыкальном спектакле, тогда еще не было слова мюзикла, наверное, так в нашем обиходе, да, Питер Пен и Венди, где сыграла главную роль. Венди мне было 10 лет. Как вам кажется, это генетика, потому что прадедушка и прабабушка ваши по материнской линии были оперными певцами, они пели «Бласкало». Я думаю, что не без этого. У меня никогда не стоял вопрос, кем быть. Как-то в семье сразу стало понятно. Я в 6-7 лет уже устраивала сольные концерты для друзей и родственников. И мама вообще говорит, что я раньше научилась петь и танцевать, а потом говорить и ходить. В кроватке стояла под музыку, что-то напевала, только потом заговорила и потом уже пошла. Сейчас появилась информация о том, что планируют снимать продолжение сериала «Папина и дочка». Приоткройте завесу тайны. Увидим там Нону Гришаю? Конечно. Да, уже начали съемки. Вот в жизни я пока не стала бабушкой, зато в этом сериале уже... Ого-го, какая бабушка! Вы жена, вы прекрасная мама двоих детей. Как удается совмещать, потому что при всем при этом вы прекрасно выглядите, работаете. В чем ваш секрет? Я работаю без выходных, но зато потом вырывают какие-то раз в полгода неделю и уезжаю куда-нибудь к морю, чтобы надышаться, немножко подпитаться, выдохнуть, приехать и опять работать полгода без выходных. Курс в ГИТИСе вы набрали 4 года назад, то есть в этом году они выпускаются. Что вы чувствуете? Уникальные дети. Они меня в очередной раз поразили, удивили. Был экзамен по танцу, который уже просто готовый дипломный спектакль. Виной за дуванчиков. Поскольку история про детство, они мне подарили такой альбом, где каждый вклеил свою детскую фотографию. Очень трогательно. Я потом дома листала, смотрела. Невозможно. Слезы, слезы счастья. Они все мои дети. И очень талантливые. Очень. А вы строгий мастер? Я строгая, но добрая, как Мари Поппинс. Наши зрители сейчас просыпаются. У нас утренняя программа. Несколько слов петербургца. Я так люблю ваш город. И он всегда отвечает мне взаимностью. То, как принимают всегда в Петербурге, такого приема нет никогда и нигде. Поэтому с любовью благодарю вас за вашу поддержку всегда на спектаклях и за этот потрясающий обмен энергией. Приходите. Увидимся в театре. Продолжение следует.